всех привет меня зовут Анита и я хочу поделиться с вами своим опытом более ну наверное уже десяти лет я работаю в туризме и знаю туризм и отели как они сложены структуру и так далее практически с самых азов ну и конечно самая главная часть моей работы это наши любимые туристы туристы причем как с прибалтийских стран так и с россии и украины тем более являюсь гидом-экскурсоводом и работаю со своими коллегами то опыт есть не только с нашим туристом но и с туристами из франции и итальянцами с великобритании и других стран поэтому я очень люблю смотреть проводить параллели но это видео я сделала для того чтобы вы немножко ориентировались при выборе путевок при выборе отелей которые хотели бы допустим посетить сразу скажу что выбрать отель нелегко и совсем не потому что таких отелей нет или они дорогие сейчас скажу почему я только скажу то что практика показала если люди положительные если люди настроены позитивно то у них на отпуске все складывается достаточно хорошо если человек приезжает уже изначально с негативом у него негатив привязывается практически на каждом шагу и присутствует в его отдыхе постоянно поэтому я не знаю закон ли подлости действует или нет но я вам всем желаю быть в первую очередь позитивными и так выбор отелей я сделаю такое еще подборку своих видео по моему трех может быть четырех отелей где я сама отдыхала потому что я живу в апартаментах но иногда хочется себя побаловать и поэтому это будет такая линейка плейлист который будет называться ну я думаю что я назову это отели vip крита опять же крит очень большой остров чтобы понимали и vip отели также как и отели лакшери типа тотально могут отличаться друг от друга а вот но в первое главное отличие хороших отелей крита это то что вы увидите качество сантехники вы увидите качество мебели качество всего что будет находиться в номере начиная от журнальных столиков постельного белья туалетных принадлежностей тапочки халат и так далее то есть вы увидите качество чтобы понимали это как бы adidas и абибас да то есть одни показывают качество дают вам качество авторы только это качество называют четверки и пятерки иногда могут быть практически в этом отношении похоже на двойки и тройки поэтому отель действительно выбрать сложно выбор отеля самое главное для человека когда он выбирает отель не выбирать конкретно фотографию которую вам дают агента или каталог и вот вы смотрите фотографию номера и вам кажется что вы получите именно такой номер однозначно нет самое главное при выборе отеля это конечно категория номера категория номера вам даст возможность при заезде у вас будут на руках ваучер документ опираться на то что вы оплатили то что вы действительно планировали иметь это может быть double double suit это может быть you junior это может быть разная категория номеров но у них есть маленькие моменты есть такие как сивью garden view есть много дополнительных моментов и ваучере это всегда сокращенными буквами дополняется поэтому когда вы заказываете номера надо оговаривать четко и конкретно что вы хотите и расспрашивать агента что там будет потому что даже отели в которых вы зайдете в booking.com вы увидите что они предоставляют кондиционер тапочки халаты мыль на принадлежности утюг там что-то в этом роде не вопрос что вам это предоставить почему потому что одно дело когда вы как частный путешественник заказывается через booking.com у вас один договор одна цена и даже если вы когда лежите на пляже отдыхаете начинаете знакомиться с другими туристами и допустим вы прилетели с компании тест-тур а кто-то отдыхает я не знаю с туи польской компании или еще какой-то другой компании в том же отеле и вроде как в том же номере то есть номер той же категории но почему-то вы платите за кондиционер а почему-то вам надо платить за полотенца возле бассейна а людям платить за него не надо вы начинаете название вы сразу своему туристическому агенту или вызывать своего туристического гида и начинать поднимать шабах что за фигня за что я платил где вообще мои вот такие вот услуги и писать гневные комментарии в интернет что компания полностью лажа никогда не заказывайте путевки этой компании это в корне неверно для того чтобы начинать возбухать назовем это своими словами вот надо четко понимать как работает туризм компания с которой вы прилетается заключил договор с конкретным отелем не знаю как по-русски договор договор поправьте меня пожалуйста так вот она заключает конкретный договор в котором будет четко описываться что именно турист получит в данной категории номера и от этого складывается цена не вопрос что вас на будет ниже чем цена что заплатили люди которые приедут другой европейской страны или с другой компании да потому что у них совершенно другие может быть обязательства друг перед другом у них могут быть какие-то скидочные условия совершенно другие зависимости от того насколько много туристов поставляет компания в этот отель насколько у них долгие долгосрочные уже отношения сколько лет до это чтобы доверять этой компании и много других факторов которым вам не надо как человеку приезжающим отдыхать вникать то есть поэтому когда вы летите на отдых вам надо просто четко расспросить своего турагента он обязан знать все тонкости потому что каждый год иногда два раза в год существуют такие называемые инфо туры инфо туры когда туристические агенты ездят в конкретной страны по разным отелям и они должны смотреть что конкретно отель предлагает для вот этой конкретной компании они входят номера им показывают совершенно все если это хороший туристический агент они тут который приехал по загорать и поесть на халяву да и в основном смотрит на часы когда закончится осмотр отелей если это правильный хороший турагент он задает вопросы когда он возвращается в свою компанию свой город когда ему звонят туристы он знает что ответить поэтому туристы прилетают они заранее не удивляются чем они сталкиваются да они заранее знают куда летят и что они за это получат если они это не получают у них есть стопроцентное право просить компенсацию своего турагента вот поэтому если вы не спрашивали если вы решили сами а я вам говорю это вот достаточно большого опыта да когда у меня очень часто начинают туристы говорит что я причем они выходят на встречу с ручкой бумажкой говорят мне обещали что кондиционер будет бесплатный что в номере будет сейф бесплатный что нам предоставят тапочки что у нас будет то 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 есть мне идет такой список вот кстати огромное спасибо всем прибалтом те кто прилетает как правило но процентов 80 таких вопросов не задает туристические агенты работают достаточно хорошо вот но тем не менее такие вопросы бывают и тогда ты просто заходишь на страницу данной компании с которой они прилетели да но допустим я там работаю в конкретной компании называть ее не буду да вот то есть и там можно прочитать про данный отель продага договор с данного отеля с этой компании и что входит стоимость конкретного пакета конкретного номера там всегда будет описано то есть не только то что вам сказал агент а там на странице если вы летите и вы хотите стопроцентно быть уверенными что все будет именно так вам надо просто зайти изучить вот там и конкретный номер на странице компании которая предоставляет вам путевку вот и все поэтому если вы сами не изучили да то извините но это ваша проблема очень часто когда ты берешь открываешь тот каталог и показываешь вот видите написано что не включено в стоимость данной путевки данного пакета и если мне говорят а нам агент обещал но тут другая ситуация должна обратиться напрямую к агенту вот это такая как бы ну немножко отхождение тут тема который в принципе я хотела вам рассказать да но чтобы понимали как строится ну вообще взаимоотношения отелей компаний и туриста и спасение рук утопающих должен как как там говорят спасение рук утопающих дело рук самих утопающих вот поэтому человек когда летит он должен особенно кто летит с детьми он должен заранее стопроцентно все уточнять заранее вот это мой вам совет это как строить отношения с если вы летите не сами частником а лететь из конкретной компании вот дальше на что обращать внимание я тут немножечко выписала чтобы не говорить в лес как это в кривь и вкус на что обращать внимание да самое главное конечно кто летит с кем летит с какой целью летит с детьми с мужчинами у которого два метра роста которые мощные да потому что некоторые номера когда вы будете смотреть при заказе обязательно смотрите квадратуру номера а то сколько этот номер насколько он большой потому что очень часто бывает что номер замечательный прекрасный он будет настолько маленький что вы там просто не разойдете со своим любимым мужчиной или мужчина допустим в лучшем случае в этой ванне сможет принять душ но никак не залечь в эту ванну потому что не только ванная комната но и но сама ванна будет маленькая то все будет в миниатюре если это дети соответственно у вас много будет вопросов по дополнительным кроватям по детским сидениям потом потому можно ли подогреть отдельно значит где-то молоко причем в течение дня можно ли в ресторане заказать отдельную еду и так далее я сейчас наверное не буду рассказать про все отели хотя список достаточно велик да и не буду ни в коем случае друзья мои что-то наверное но если только может быть в личном сообщении что-то рекомендовать или отчего-то отговаривать да то есть это немножко не моя цель сегодня хотя конечно я насмотрелась на вот но я просто к тому что вы все должны заранее узнать и уже от этого плясать если вы едете действительно молодой компании вам важны дискотеки сразу вам сказать что многие дорогие отели уровня люкс и так далее они вообще у них есть такая графа что они не принимают людей с детьми да ну вам такой отель как бы не предоставит на агент но просто к тому что у вас прибыв в конкретный отель особенно дорогие отеля у них нет таких знаете часто каких-то дискотек шумных баров и так далее у них будет спокойно такая томная launch музыка у них будут какие-то бары причем не все они будут работать до самого утра если для вас важна вот эта вот часть то вы тоже должны узнавать насколько там развита вот эта вот система анимации если для вас это очень важно до развлечений так далее как правило очень дорогие лакшери отелей такой сумбурной дискотеки и прочее они не устраивают вот если вы любите скажем так кайфовать в одиночестве вам тоже надо четко узнавать насколько ваш номер будет вдалеке от всех тусовок от музыки от бассейнов насколько будет вероятность допустим номеров которые имеют garden view то есть это вид на сад находиться вдалеке от бассейнов потому что но это как бассейн это все-таки всегда шумно особенно если это отель все-таки предоставляет номера с детьми то вы должны представить что это достаточно шумно днем и если это люди пенсионного возраста которые любят тихо спокойно то тоже это очень важный аргумент в поиске номера дальше конечно же это детские площадки опять же да и x отели лакшери типа которые такие площадки не предоставляют лучшем случае две-три качельки детский бассейн все и вам надо конечно понимать где будете развлекать своих детей далее следующий это конечно момент такой что где находится отель и вообще с какой как я уже сказала с какой целью вы направляете с какой целью вы едете отдыхать если вы едете и для вас важно снять арендовать машину и вы будете приезжать только отдыхать нет смысла брать лакшери отель но если у вас день куру не клюют другой вопрос вы можете брать все что хотите можешь заплатить и не находиться в этом отеле это делая лично каждого да вот но как правило вам надо четко понимать где находится море как до этого моря добраться у меня будет ссылка на три отеля внутри или четыре сейчас не буду говорить один отель это гольф отель на крития второй отель это отель валунде валунда и лунда ильон и еще один отель который находится на южной части крита тоже потрясающий отель по моему называется андор когда буду снимать видео я конечно поставлю потому что вы увидите конкретные номера которых я отдыхала снимала я конечно для себя не для кого-то поэтому там не такой детальной знаете по каждой вещи распасовки но тем не менее надеюсь вам будет интересно многие такие шикарные номера и лунда и многие другие места это вы платите за вид за и только за комфорт вы платите за вид и лунда это в основном лунда плака это северо-восток крита который считается одним из самых дорогих мест острова да но есть отели гораздо дороже во всех других местах острова но такая концентрация и конечно за счет того что лунда имеет самый полезный для здоровья самый мягкий климат и конечно виды виды на залив мирабелла и первое видео которое сниму по отель которыми отдыхала этой лунда ильян я могла отдать деньги знаете как сказать я считаю что номер стоил дорого для того чтобы скажем так иметь то что я получила да все там было замечательно но номер стоил дорого вот бунгало как это называлось однако я согласна взять еще раз этот номер только потому что виды которые ты видишь 24 часа в сутки они того стоит вот но отель большой и у меня был шикарный вид у меня было прекрасное расположение вблизи не так далеко от рецепшена не так далеко от бассейна и у меня была машина и тут еще один момент такой да что вот там где у вас шикарные виды они находятся всегда высоко где-то выше в горах соответственно да у них будут бассейны с морской водой да у них будет разный выбор возможно каких-то мероприятий чтобы не спускались на море но приехать на крит и сидеть возле бассейна это конечно дело каждого опять же да но вам надо добираться до пляжа конечно отель будет предоставлять такого уровня транспорт который довезет вас но хочется же чувствовать свободу очень часто поэтому спускаться это одно до пляжа а подниматься до в разгар жары это другое одному спускаться подниматься с детьми спускаться с надутыми различными матрасами так далее там это тоже детям всегда хочется покушать взять с собой да то есть сумки и это сложно если у вас нет то постоянная машина в аренду а пляж находится далеко и вы не хотите все таки связывать себя вот этими часами когда у вас ходит транспорт то конечно вам надо понимать как организована доставка туристов с пляжа в номер и вы сами должны понимать как вы будете добираться с пляжа обратно в гостиницу это такой момент да то есть вам надо понимать насколько далеко находятся пляж от отеля и даже не просто далеко а насколько легко добраться да или вам надо будет постоянно как часто есть ферсонис некоторые отели вот семирамис и медиторанео да где вам надо постоянно проходить четырехполосная трассу там есть конечно спуск там есть тоннели которые можете проходить да но вы знаете наших туристов которые будут искать тоннели естественно они пытаются перейти всю эту трассу вот пересечь ждут когда транспорт весь прекратится это небезопасно но опять же да но это вы просто должны знать при когда вы заказываете себе гостиницу вот потом в отелях особенно в сезон есть такие так называемые аннексы аннексы это дополнительные пристройки к отелям дополнительные апартаменты которые относятся и принадлежат отелю но это будет не главный корпус поэтому очень часто бывает что вам придется вы получите тот номер за который вы заплатили ту категорию и так далее вот но допустим главное рестораны будут находиться в главном корпусе или этот аннекс будут находиться за дорогой или этот аннекс будут находиться дальше от моря то есть такие моменты когда вам ничего не будет скажем так возможно предложить шикарный номер но он будет в таком вот аннексе это тоже над знать ни на кого не обижаться и опять же позитивно мыслить вы едете отдыхать да и пройти каких-то дополнительных там я не знаю метров то есть начинать отдыха с какого-то негатива не стоит что касается значит то сейчас я почитаю здесь касается различных там all-inclusive баров и так далее да то есть опять же очень часто бывает так что у кого-то входит допустим дневной бар возле бассейна программа all-inclusive она совершенно тоже разная у всех компаний у всех отелей которые заключили конкретные договоры с компаниями но надо всегда очень четко понимать что программа all-inclusive нет я не буду говорить про какие-то турции мы сейчас берем грецию мы сейчас берем я беру сейчас конкретно крит да даже самые лакшери отели у вас не всегда будет входить все напитки 24 часа в сутки нет у вас будет четкое понятие в какое время в каких барах вы можете получить те или иные напитки как правило в течение дня вы будете получать напитки именно локального местного производства да то есть какие-то там коньяки дорогие бренди и так далее вы будете приобретать если захотите за свои деньги это надо тоже учитывать это тоже знать это же заранее когда вы едете понимать и на это рассчитывать они требуют 12 дня каких-то не знаю дорогих виски и так далее но то есть это такие действительно моменты очень важны конечно допустим есть много дорогих отелей которые вообще не предоставляют бесплатных напитков опять же надо знать вашу программу и ваш пакет который вы приобретаете но гораздо приятнее когда вы понимаете за что вы заплатили не предполагаете а узнали знаете и едете и выбираете свою отдых да и свою путевку именно исходя из этого если вы едете самостоятельно то безусловно надо учитывать что заезд номер то есть если вы едете на короткое к примеру время заезд номер это в два часа дня а сейчас как практика показывает некоторые отели делают даже с 3 часов дня а выезд как всегда не увеличивается вы остается в 12 а то и 10 часов утра в зависимости от отеля опять же это оговорено все с вашим турагентом то есть вы должны четко понимать когда будет ваш вылет когда у вас будет прилет и что вам придется к примеру прилететь и часа два-три быть где-то находиться оставив свои вещи погулять там я не знаю да и потом только вернуться и заселиться в отель это надо рассчитывать иногда есть люди которые прилетают ночными рейсами да бывает всякое если вы к примеру арендуется какие-то апартаменты вам надо тоже понимать что прилетев ночью не обязательно что вас 30 там до персонала 10 человек заведут пожалуйста отдыхайте да вот у вас заезд в два часа дня вы прилетаете в 6 часов утра и до двух часов дня вы можете просидеть ну скажем так потому что люди которые живут в вашем номере они только вы идут в 12 и два часа остается персонала отеля для того чтобы убрать этот номер подготовить для вас то есть это тоже такие моменты которые надо знать с которым можно столкнуться не всегда они приятные но когда вы их знаете вам будет гораздо легче морально так скажем да вот такие моменты надо конечно тоже оговаривать или примеру вы выезжаете вылетаете у вас вылета вечером 8 а вам надо освободить отеля в 12 соответственно где вам тусоваться это тоже надо обдумываться если сезон не вопрос что вы можете доплатить и продлить этот номер потому что уже в этот номер в два часа будут визжать другие люди вам просто надо будет на лагич комната комната для багалажа оставить свои вещи очень многие а ты которые работают они безусловно имеют возможности душевых и так далее переодеться вот но дешевле отеля двоечки иногда бывают и троечки да то есть лагич комната у них не будет у них будет просто определенное место где рецепшен да и соответственно у вас также будет возможность не будет возможности смыть соленую воду после бассейна если вы будете до последнего сидеть возле бассейна и так далее надо также узнавать некоторые отели они обязательно предоставляют обед обязательно позаботиться о вас но не вопрос что все отели то есть вы выехали вас уже нет значит вам уже не входит обед но хорошего уровня отеля несмотря на то что вы уже выписались обязательно обед он предоставит до до того момента пока вы действительно не покинете гостиницу да несмотря на то что чекаут произошел гораздо раньше интернет это тоже очень важная тема поэтому всегда тоже заранее очень важно помечайте кстати я вам всем рекомендую когда вы делаете заказ делать пометки нормальные отели хорошие отеля гастролейшин занимается этим они смотрят когда человек прибывает его какие-то пожелания дополнительные допустим безглютеиновое питание это будет важно и в стрелайшин уже заранее поместить ваши карточки что у вас особые отношения если вы хотите значит заказать baby sitter вы память и не вы не едьте на бум никогда да то есть вы всегда оговариваете все это со своим агентом он должен внести в программу и человека отель который вас ждет обязательно это будет видеть и обязательно должны будет предоставить отели не всегда в идеале работают с компанией компании иногда туристическая ваша будет работать добросовестно и хорошо но отель может не работать добросовестно и хорошо может быть просто потому что каждый отель представьте каждый сезон набирает новых работников до новых сотрудников и очень часто сотрудники эти студенты которые только приезжают начинают работать на рецепшене не всегда это постоянная гастролейшин которые знают что смотреть зачем следить что помечать поэтому пока система в начале сезона не налажена какие-то сбои безусловно будут на вот очень часто у меня было такое что даже дорогих отелях когда мои туристы и не только мои туристы моя наша компания и конкретно мы кто работает уже на этом острове до делали пометки отелю о том что у людей допустим юбилей свадьбы или у людей какая-то дата очень важно или вообще извините о них медовый месяц да вот так вот и есть отели которым не надо это говорить они вам в номере уже подготовит шампанское фрукты или предоставят в ресторане шикарный торт как ваш день рождения да вам надо будет только обязательно обратиться на рецепшен самостоятельно а не ждать сюрпризов у отеля хватает работы в сезон да но вы должны прийти и предупредить на рецепшен потому что рецепшен предупреждает повара когда вам предоставить этот торт то есть вы сами придете в ресторан за тортом или вам этот торт принесут в номер на то есть у каждого отеля вот эти моменты они как бы разнятся да вот но есть отеля который недобросовестно как я уже сказала до относятся и очень часто бывает так что вы уже и напомнили что у ребята прилетают они только расписались или там не знаю 50 лет человеку исполняется да и и все равно отель не выполнит не успеет или то есть хороша ложка к обеду но не всегда эта ложка будет вовремя и к обеду да вот на это не стоит обижаться это человеческий фактор не стоит портить ваш отдых просто никогда не ставьте каких-то планов да мы тут стоял ведем ведем эту передачу поэтому я немножко на него отвлекаюсь на так вот это то что как я ей хотел сказать поэтому если для вас важен интернет то это тоже очень важно очень важно вы должны понимать где у вас будет этот интернет или он будет у вас комнате и это или он будет зоне общественных мест а штуку зона общественных мест на то есть надо понимать что себя все молодежь сидит в телефонах планшетниках и так далее и соответственно у вас Все зоны общественных мест Будут шум, гам Все будут диванчики заняты То есть посидеть и поработать Шансов нет Да, зайти какую-то проверить почту Скинуть фотки в фейсбук И то не вопрос Потому что когда сеть перегружена В некоторых отелях Вы не сможете загрузить Выложить какие-то фотографии Но в данном случае, мне кажется Вам не надо расстраиваться В том плане, что Вы всегда можете Выйти в какую-то таверну Кафе и так далее Если вы закажете какой-то сок, кофе, чай Покушаете У вас всегда будет доступ к прекрасному интернету Всегда надо просто спросить пароль Если это не будет свободный Но поработать, как я уже сказала С компьютером Тогда вам надо заранее узнавать Где будет находиться вайфай Где будет находиться интернет Что касается Опять же, всегда перестраховывайтесь Потому что в Греции Это жаркая страна И полы, естественно, будут в основном Покрыты плиткой И если вы прилетаете в мае Если вы прилетаете поздно Осенью, да, там конец октября То желательно иметь, конечно, какие-то свои тапочки Потому что не все отели предоставляют свои тапочки Обязательно иметь какую-то кофточку Потому что отели или не прогрелись Или уже прохладно То есть, несмотря на то, что днем действительно жарко Но это будет достаточно холодно Если вы берем сейчас сезон Когда прилетать лучше, да На Крит Опять же, кто что любит, да Так вот, если мы берем май, то май – это месяц, когда все благоухает Крит превращается в рай Огромное количество цветов Огромное количество различных растений Аромантов Крит прекрасен Но вода еще очень часто не прогрелась Вода может не прогреться до середины июня Да, однажды прибалтом нас не испугаешь Всем этим, да То есть мы будем прекрасно плавать и купаться И при 18 градусах воды, да Вот, и также надо учесть Особенно важно, когда вы едете с детьми, да Что если в море вода не прогрета Подогревает ли отель воду в бассейнах Если закрытые бассейны Потому что май, так же, как и, допустим, сентябрь и октябрь Очень часто уже начинаются дождливые дни Вот, и вы не всегда сможете выйти из своей комнаты А вы захотите купаться Если закрытый бассейн Что они предоставляют Если вы едете и хотите обязательно какие-то бани Какие-то спа-процедуры и так далее Крупные и отели лакшери Типа, естественно, все это предоставляют Поэтому, да, агент не может знать подробно И потому что отель не всегда это делает самостоятельно Это обычно какие-то компании, фирмы Которые находятся на территории отеля Которые предоставляют эти услуги Но вы должны знать Есть ли у вас, допустим, парикмахерские услуги Делают ли маникюр Потому что это очень часто и очень важно для многих Да, вот Что касается страховок Это тоже очень важно Потому что Всякое может быть Всегда держите руку на пульсе И расспрашивайте у своего агента Застрахованы или нет И на какие случаи конкретно вы застрахованы Вот Погрыз Так, это касается такой части Про страховки Да, в каждой отдельной стране Это все, опять же, отдельно обсуждается А, и еще один важный момент С кем я тоже столкнулась И я хочу вам порекомендовать Да Опять же, спасение утопающего В руках самого утопающего Поэтому Если у вас что-то произошло Да Вам не обязательно Знаете, как сказать Если вы как маленький ребенок Конечно, обязательно звоните своему гиду На На крисе Тео Он ходит и камера шевелится Вот То есть Звоните И он вам обязательно скажет Как лучше делать Что лучше сделать Да, хотя он не знает Вашей страховки Потому что Вас Вы или сами себе страхуются Дополнительную страховку Да Это Ручная работа Динг-динг Вот Но он вас порекомендует Куда обратиться И шаги, которые надо сделать Поэтому есть туристы Которые все делают самостоятельно Есть те, которые обращаются к своему гиду Вот Но есть один такой важный момент Если вы сломали ногу Или что-то в этом роде Да Перед вылетом Вас обязательно А вы в гипсе Да У вас обязательно должна быть на руках справка В которой врач напишет Что вы можете лететь Да Потому что когда самолет летит Поднимается давление И человеку может стать плохо Или это должны быть обезболивающие С собой какие-то Да Вот Обязательно Но врач должен написать Что вы можете Иметь право перелета Что вы можете лететь Это тоже очень важно И если вы не ходите То компания Опять же Вы все эти вопросы медицинские Должны решать Со своей страховой компанией Страховая компания Должна подтвердить Что она вам предоставит оплату Там разные моменты Разные компании Но я имею ввиду У разных компаний Разные там Предоставляются возможности Да Возвраты денег И как это происходит Но допустим Компания должна Связаться с агентством И там дальше решается вопрос О том Допустим Кто предоставляет тележку вам В аэропорту Чтобы вас встретили Чтобы вы прошли без очереди Это гида вам помогут Но факт в том Что вас должны возить Довести до самолета То есть на вот этих Инвалидном кресле К примеру Если это надо Если вы не ходите Но это все решается Это такой долгий процесс Более подробно Если вы заходите Я могу тоже описать Уже в комментариях Или в приватном Каком-то сообщении Как это происходит Но опять же Никогда и ничего Не сидите и не ждите Что вам обязательно Все должны И все для вас Все сделают Нет Вы должны перестраховаться Вы должны иметь полностью Информацию Вы должны быть информированы И именно это даст вам возможность Чувствовать себя на отдыхе Спокойно и хорошо Значит Сейчас я посмотрю По-моему был какой-то еще пункт О котором мне хотелось вам сказать Но пройду это Если вы берете завтрак Если вы берете Это тоже вы выбираете Самостоятельно Или вы любите Отельный отдых Сразу скажу Что Греция Это не отельный отдых Там лучше путешествовать Поэтому Когда вы прилетаете Я вам рекомендую Брать или экскурсии Самостоятельно Или брать аренду машину И путешествовать самостоятельно Вы себя в 300 раз обогатите Чем вы будете просто сидеть В номере возле бассейна Как еще раз подчеркну Греция Это не та страна Где нужно сидеть возле бассейна Но что касается питания Да То если вы берете Только завтрак То вам надо понимать Где вы можете покушать Да То есть Если вблизи Какие-то хорошие таверны Много этих таверен Ресторанов мало Какие-то супермаркеты Где вы можете купить воду Потому что очень мало Отелей предоставляют воду Да А вода Необходима В черте отеля Бутылка может стоить евро В крупных супермаркетах Которые лидл И так далее Бутылочка будет стоить Где-то 19 центов Там 26 центов Разница огромная Тоже касается фруктов Это черта отелей Да Или какой-то местный супермаркет Невдалеке Где у вас будет разница По ценам Где вы можете докупить Но особенно у кого апартамент Это тоже важно Да Вот Но наверное И так видео получилось Достаточно большое Вот Все что хотела Я вам наверное сказала Вот Я только хочу подчеркнуть Да Что самое главное Не вот эти мелочи Даже которые рассказала А действительно иметь Позитивный настрой Понимать Для чего вы летите Не всегда Когда мы летим И нам кажется Мы так устали Нам хочется просто Лежать возле бассейна Открыть книгу Почитать И просто тупо спать Иногда даже Вы это сделаете Но вернетесь Немного Знаете Как не отдохнувшие Немного даже Где-то в чем-то Подавленными Да Но иногда Вы прилетаете С этой мыслью Ложитесь возле бассейна С книжкой А потом Попадается вам Какой-то пластный человек Или семья Там Или какие-то знакомые С кем вы знакомитесь А может просто Какая-то судьбоносная Такая Знаете Да Случай Да И вы едете Куда-то А с кем-то Берете машину Или просто Взяли экскурсию И потом Когда вы Попадаете В те условия Да То есть Вышли из зоны комфорта Которых вы даже Не думали Да Вы получили ту информацию Которую вы даже не знали Вы пообщались С местными людьми Вы посмотрели Как они живут Вы увидели Что они живут хуже Вы увидели Что они живут лучше Вы увидели Что они вообще живут по-другому Вы получили Не Скажем так Бесценный опыт Общение И тогда у вас происходит Рестарт И тогда вы чувствуете себя Обновленными И возвращаетесь Действительно отдохнувшими То есть Мы не всегда К сожалению Знаем Что нам нужно Для того Чтобы мы почувствовали себя лучше Чувствуйте свою интуицию Вот И выбирайте Именно отель Если вы знаете Что вы путешественник Вы будете ездить Не будете в отель Вам надо просто Хороший отель Не обязательно Дорогой Пусть это мебель Будет дешевая Но чтобы там Все было чисто И хорошо И хороший завтрак Двойки Отели Практически Хорошим завтраком Похвастаться не могут Поэтому я вам тоже рекомендую Все-таки Вплоть до того Что брать Свой хороший кофе И какой-то Я не знаю Кипятильник Если вы знаете Что у вас не будет Времени выйти Куда-то в кафе Утром Потому что кофе В основном Во многих отелей Даже в некоторых Четверках Отстойный Уж не знаю Почему То есть Наш кофе Которому мы привыкли Кроме возможно Эспрессо Хотя Греция Это кофеманы Любое кафе Любая таверна И так далее Вы получите Замечательный кофе Но в отелях К сожалению Кофе предоставляется Такой хиленький Ну а завтраки В двойках Вообще отвратные В лучшем случае У вас будет Тонко нарезанный сыр Тонко Там не знаю Какая-то ветчинка Просвечивающая Или колбаска Да Вот У вас там будут Сухие хлопья У вас там будет Там мюсли Или там Йогурт какой-то И будет Пакетирован В пакетиках Чай И вот этот Непонятный кофе Который Я не знаю Даже как они делают Там да Вот И это все И каждый день Одинаково Иногда вареные яйца Вот Но если вы отдыхаете Семь дней То вам будет Конечно Грустно Про конкретные Отели Не знаю Буду ли я Рассказывать Про них Или просто сниму Ну как Скомпанирую Фильм из тех Видео Что у меня Были сняты И вы потом Зададите вопросы Или Постараюсь Как-то Предисловие Каждому Видео Сделать Я не знаю Всем удачи Мне так приятно Говорить Сейчас Частично Захватывая Свою работу И об отпуске И о море И о красоте И о Греции Потому что Я сижу сейчас Прибалтике На самоизоляции Вернее Скажем так Соизоляции Карантин У нас не такой Жуткий Как в других Уже Странах Да Мы можем Выходить Но тем не менее Мне-то приятно Об этом говорить Потому что Все равно Полетить Ты никуда Не можешь И наверное Поэтому Мне хотелось Снять это видео Ну и поделиться Потому что Мы-то строим Планы Потому что У всех У нас Все будет хорошо Мы обязательно С вами Встретимся Где-то В Греции Или где-то В других Странах На прекрасном Отдыхе Пока-пока